добрый день сегодня отважился на опасный эксперимент поменял четырехколесного на двуколесный где двигателем являюсь только я поэтому прошу не обессудить если вдруг а где-нибудь навернусь видео будет не совсем внятного вида вот приехал на парковые дорожки а дорога неровная трещет как в общем решил проверить да так сейчас гостиница казахстан сейчас просто выходить или и туда вот как дорогу дорогу проезжу видите и налево выходите там увидите голубые здания там о доброе дело успел сделать не упал так вот смотрелся на европейские города где без велосипеда не обойдешься а тут еще сегодня про америку говорят что там вообще до рождества велосипедов не будет ну совсем у них туго там стало продажи нет вот где каста бизнес делать бывшего употребление велосипед стоит 300 долларов а такие самые простые 500 не говорю про все остальное вот и где-то на развилке становятся куда ехать как не заблудиться поедем по черной дорожке не знаю черная красная так это не одинаковые для велосипедов или это пешеходная еду но еще вот такая вот история с велосипедами вот ну думаю почему мне не попробовать потому что физическими упражнениями совсем плохо бассейны закрыты спортивные тоже площадки клубы так что вот так вот через парк поедем или по парку на лесопеде ну вот то о чем я говорил на третьем парковом озере она совсем не маленькая по объему и вот хашгалдак есть лысуха по-другому говоря чайки какие-то даже кряква есть на берега вот такие вот бетонные достаточно устаревшие когда-то здесь и рыбка была вот даже до каких-то добрался мест особых как вы думаете кто это кобра конечно вот не видел вот так не торопясь но быстро добрался до третьего паркового озера думал может быть какие-то изменения есть в прошлом году здесь ребята устанавливали какие-то лестницы он по-моему есть да какие-то лодки здесь хотели по моему на прокат давать ну как видно по крайней мере в этом году ничего у них нет муж прошлом году было я не заметил а вот к слову я уже говорил про наши ремонты про наши бордюры которые новые выковыривают вот здесь уже сколько лет лежат старые блоки вот когда огораживают эти берега уже побитые временем да вообще вот если это озеро немножко привести в порядок углубить его ножка обустроить ну канал сделать конце концов этого то что я говорил по весне или по крайней мере хотя бы здесь вот и запустить рыбу дичь своя есть то ну чё еще надо горожан вот вам пожалуйста проект экологический и обустраивающий наш отдых наши парковые зоны вот так вот территорию да хорошо сделали бог с ним бывает лучше бывает хуже но водичка же рядом начала такая грязная мутная а вот здесь можно и канал сделать вот она река букпа бетонные берега так она идет здесь правда еще целые бетонные плиты мостиком ну еще в таком вот ракурсе сниму новые пейзажи он маковки три великана и богатыря стоматология на ержанова цон здание банка господи как он называет ну раньше был там советский компартии ну комсомольский точно был ну там мост уже там паровозик должен ходить кстати надо посмотреть катаются они или нет а нет вряд ли что о чем я подумал а ты это пешком иди вот уже велосипедистам помогаю ты пешком иди а там поедешь а чё ты боишь конечно не надо спускаться если не умеешь спустись а потом поедешь да ну ты же пацана она же еще это не научилась девочка давайте давайте покажите как вы можете а я за вами поеду давайте это не сбей и так достаточно быстро точно быстрее чем пешком доехал до как мы сейчас газ гновый газалиевский мост и вот я уже михаловки по дороге еще встретил товарищи вместе работали жена продолжает работать она сейчас большой начальник по медицине как говорит пашут пашут говорит ни суббота не воскресенье тем более других дней нет в общем очень сложно но все-таки как-то еще спасаются хотя он в астану уже прилетели 36 российских врачей видимо тоже совсем плохо да как вы совсем плохо и так видно что плохо в плане каком плане того что все-таки неприятные последствия есть причем ведь мы это не отражаем грибы что собирает не отражаем это статистике для примера у меня достаточно близких знакомых пять человек минимум которые уже прошли через все эти болезни из них только один обратился в больницу его лечили остальные нигде не регистрировались ну что пищи потеряли обоняние но как-то фу-фу обошлось поэтому из пяти только один статистику попал ну умножайте таких немало всех наших заболевших на 4 на 5 или хотя бы на 3 это будет более реальная картина ну и плюс к этому еще я опять вспоминаю с чего я начинал еще весной когда вспоминал отца как люди реагируют на вот эти вот инфекционные заболевания и он тогда мне рассказывал со мной еще там немножко спорили что вот у людей разные реакции или высокая температура вроде как реагирует организм на болячки эти а есть люди которые вообще не реагируют ну к ним прежде всего относятся люди так скажем ведущий а социальный образ жизни ну и прилепилась болячка и прилепилась чёрт шут с ней чё с ней бороться то и вот сейчас когда я смотрю статистику пишут симптомные симптомами коронавируса бессимптомные так вот меня такое подозрение что действительно отец был на сто процентов прав что есть разные проявления даже этой болезни то есть все зависит от людей как у них проходит реакция на вот эти вот болячки ну вся беда скорее всего еще в том что и сопутствующие какие-то вещи но в любом случае надо конечно беречь немножко побольше на воздухе бывать и так далее вот я доехал до развилки кривогуза мозг газолеева не убился еще будет обратный путь но получил уже небольшое удовольствие надеюсь что и вам понравились хотя бы некоторые кадры из того что я сегодня снял иногда сходя снова средства передвижения всего хорошего здоровья вот так новость на территории детской областной больницы ведет строительство надеемся что это какой-то новый лечебный корпус но это вот то что на что понятно было я покажу эту больницу но все поняли что это такое так что вот так езда на велосипеде что могу сказать моя велосипедная прогулка самостоятельно через много много лет закончилась достаточно удачно ни разу не упал много чего увидел того чего не видел когда ездишь на машине и когда ходишь пешком может быть увидишь но гораздо меньше на велосипеде все таки быстрее единственное что хочу сказать да в парке конечно велосипеде очень удобно кататься а вот по улицам города бордюры различные вот эти вот ямы и так далее даже это не только велосипедистов касается вот представляю себе человек не дай бог находится состояние инвалидность мне кажется не очень просто по нашим дорогам проехать ну вот этого бы хотелось потому что даже в очень крупных городах со сложностью инфраструктуры это все-таки решается будем надеяться что и караганде будут это продолжать не только в парке извините я почему вредно и потому что у меня велосипеда не было